Всем привет! С вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru В этом ролике я покажу вам наши новые товары. К нам приехали, посмотрите, огромные толстенные цепочки разных дизайнов и двух цветов золота и родий. Такие толстые цепочки появились у нас в интернет-магазине, и я сейчас хочу себе сделать украшение с одной из них и с жемчугом. Можно взять цепочку потолще и сделать колье, где одна половинка жемчуг, а другая половинка цепочка. Можно взять цепочку поменьше и жемчужины тоже поменьше, и сделать вот такое вот колье, где половина цепочка, половина жемчуг. Я решила, что я буду использовать вот такую вот золотую цепочку среднего размера, не самую большую. Хочется чего-то поэлегантнее, поэтому все лишнее я убираю. Крупные жемчужины, огромные, я откладываю для какого-нибудь будущего проекта. Они мне прям безумно нравятся, это безумно дорогая нить жемчуга, но все никак, она мне не идет никуда в дело. А вот жемчуг поменьше, я сейчас решу, какой я хочу, который барочный или который попроще. Я думаю, что я возьму барочный, потому что с такой цепочкой я не хочу сочетать классический жемчуг. Раз уж жемчуг барочный не совсем уж обычный, то пусть он у нас и пойдет в это не совсем обычное украшение. Кстати, ссылки на все материалы, которые я использую для своего колье, вы найдете в описании под этим роликом. И обязательно подпишитесь на наш канал и поставьте нам лайк, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. И прежде чем мы начнем, обязательно посмотрите вот здесь вот в подсказках ссылка на ролик, как в прошлый раз я сделала вот такие вот классные сережки. Я от них просто тащусь, это мои новые любимые. А, и кстати, с этими цепочками к нам в интернет-магазин приехали вот такие вот карабинчики, посмотрите. Их можно использовать на концах вот таких вот цепочек. Они есть разных размеров, побольше, поменьше, круглые, квадратненькие. То есть вот такие вот карабинчики можно еще на концах этих цепочек использовать. Начнем мы с того, что определим длину нашего колье. Я хочу, чтобы оно у меня заканчивалось где-то здесь. Поэтому я беру цепочку, ставлю ее куда-то сюда, оборачиваю вокруг своей головы. И вот там вот где-то посередине я делаю отметку. И вот столько я сейчас откусываю. Точнее снимаю. Эта цепочка разъемная, звенья у нее просто открываются. Мы берем, открываем звено. Аккуратнее будьте с ней, она повреждается, очень легко царапается. Может быть, есть смысл обернуть кончики инструмента чем-нибудь типа изолентой или лейкопластыря, чтобы не царапать металл. Все открыли. И сейчас мы сразу же закроем, она нам в открытом состоянии не нужна. Ой, я ее повредила уже, она у меня кривая стала. Фу, она какая некрасивая. Все, это звено уходит в помойку. Я его испортила. Не повторяйте моих ошибок. Видите, я его поцарапала и сняла с него покрытие буквально. Будьте предельно аккуратны, когда вы работаете с этой цепочкой. Но если что, то это звено можно просто снять и выкинуть. Вот у нас есть цепочка. И мы теперь на тросик перенаденем наш жемчуг. Я беру золотой, потому что у меня все будет золотое, дорогое, богатое. И примерно такой же длины, как моя цепочка, у меня должна быть нить моего жемчуга. Соответственно, вот столько я отрезаю. Жемчуг можно просто нанизать на тросик, чтобы он вот прям вот как здесь на нитке был, так же и в нашем украшении. А можно попробовать через бусинку. Может быть, это будет интереснее. Сейчас я посмотрю и решу, как я хочу сделать. Так, я сейчас сфотаю то, что я вижу сначала. И потом сравню его с другим. Очень просто мне будет решить, когда я буду видеть сразу два варианта рядышком. И попробуем надеть через бусинку. Тоже красиво, да? А может быть, две через одну, может быть, через каждую. То есть, эти спейсеры можно каждые две, каждые три через одну. Но все варианты я, наверное, делать не буду, потому что это будет очень сложно решить. Я буду выбирать из двух. Жемчуг в сочетании со спейсерами выглядит очень интересно. Мне нравится, как получается, поэтому я оставлю так. Меньше похоже на старые бабушкины бусы. Я ничего не имею против старых бабушкиных бус. Просто хочется чего-то нового. Так, а пока я нанизываю жемчуг на тросик, вы поставьте нам лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. Ой, это будет самое красивое вообще мое колье. И это будет точно мое самое новое любимое колье, потому что я прям вижу, оно уже получается бомбически и просто прекрасно. Кстати, за счет того, что мы добавили спейсеров, у нас получилось так, что теперь нам нужно меньше жемчужин. Экономия. Теперь мы сделаем нашу нить жемчуга автономной. Мы закрепим ее. Мы будем кримп вантач использовать здесь. Да, мы возьмем этот кримп вантач в надежде, что теперь-то у нас с ним отношения сложатся. После того, как мы все надели, вместо последнего спейсера мы надеваем кримп вантач. Надели кримп. Надеваем протектор для тросика. Сразу прицепим его на один конец нашей цепочки. Отлично он сюда проходит. Он здесь просто как родной встает. Проходим через другое отверстие этого протектора. Чуть-чуть подтягиваем и проходим через кримп вантач еще разочек. Все вот сюда подтянули. И теперь мы этот кримп закусим. Просто вот эту пимпочку зажнем. Мы люди уже ученые, калачи прожженные, тертые. Нам нужен инструмент с короткими кончиками. Волшебный кримпер я использую для этого. Просто берем и этим инструментом вот эту вот пимпочку, которая тут торчит, отправляем вниз. Все. Отлично. Кримп держится. Мы делаем кусь. Смотрите. Вот таким вот образом мы соединили цепочку с жемчугом. Это выглядит просто космически прекрасно. Еще разочек примерим. Убедимся, что той длины все происходит, как я хочу. Я хотела короче. Ну, в принципе, пусть будет, хуже не будет. Мне кажется, сама вселенная подсказывает сегодня, что нужно подлиннее. Я послушаюсь вселенную и сделаю подлиннее, раз она так и пожелала. И делаем кусь. Скусим тросик с катушки. И теперь здесь мы сделаем то же самое. Наденем кримп вантач. И теперь подумаем над инженерной частью нашего процесса сотворения колье. Каким образом оно здесь будет все крепиться? У меня есть кольцо, вот это вот, которое лобстер. Я вам его показывала вначале. Я хочу приделать жемчужинку и бусинку. Давайте-ка подумаем, как мы все это сюда приделаем. Вот таким вот образом будет мое украшение строиться. Я буду цеплять этот карабин за, может быть, сюда, сюда, сюда. Таким образом мы сможем варьировать длину, делать покороче. И здесь будет длинная подвеска. Либо подлиннее. И тогда здесь будет прям вот так висеть. Плюс на кончик я повешу вот такую вот жемчужину. Хотя с цветной, конечно, тоже красиво смотрится. Но я возьму вот эту. И сюда еще сделаю такую бусинку. Теперь нам нужно закрепить вот этот конец. Мы возьмем соединительное колечко толстое. Потому что этот протектор для тросика не цепляется напрямую вот к этому элементу, который мне нужен. Я его закрою, потому что практически все соединительные кольца вначале чуть-чуть приоткрыты. И повешу его на протектор. А теперь пройдусь тросиком через одно отверстие подковки. По них и вернусь обратно. Все подтягиваем. И проходим через кримп обратно. Вот такая у нас получается конструкция. Кримп, подковка, на ней колечко. И в обратном направлении прошли. Теперь мы это все подтягиваем, чтобы не висело, чтобы у нас тросик не торчал нигде. Подтянули. И волшебным кримпером мы сотворим волшебство. Вот так вот возьмем. И эту пимпочку, которая здесь, просто закусим. Все закрепилось. Кусь. Отрезали тросик. Слишком сильно я его затянула. А он же не растягивается обратно. Это же супер трос. Или растягивается. Слишком старалась. Ладно, мы проверим, можно ли так делать. Ну, если вы работаете на заказ, лучше, конечно, так не делать. А делать сразу нормально. Ну, если вы работаете на заказ, вы все уже знаете и так. Все, расслабились. Вот так у нас получилось. Бусы практически готовы. Мы берем карабин и цепляем его к колечку, которое мы сюда повесили. Да, вот. Все. И теперь этот карабин мы можем спокойно цеплять к любому из звеньев, которые у нас здесь. Ну, давайте я сделаю это вот сюда. Все. Вот так у нас получилось. И теперь сюда мы приделаем подвесочку и бусинку. Я возьму свои любимые чашечки. Маленькие, красивенькие. Как делать подвески, я думаю, что вы все уже знаете. Мы берем пин и делаем подвеску. Я надену на пин чашечку, свою любимую гладкую, чтобы закрыть вот такое вот крупное отверстие у бусин. Оно мне очень мне нравится. Вот так вот. Опа. Видите? И получается красиво. Сверху мы тоже наденем чашечку. И теперь из этого мы сделаем подвеску. Подвеску я буду делать с обматыванием вокруг своей ножки. Делаем петельку. Надеваем это все на нашу цепочку. На последнее звено. Несколько раз закрутим пин вокруг себя же. Все. Первая подвеска висит. И сейчас мы подвесим жемчужину. На самом деле можно так оставить. Ну вот. Можно, кстати, так носить. А можно переворачивать и вниз замочком. И здесь подвеска показывает. Эту подвеску тогда можно сделать съемной на карабин. Но я не буду так заморачиваться. Я ее просто точно так же приделаю к последнему звену. Мы берем пин. Надеваем на него жемчужину. И все как обычно. Делаем петельку. Надеваем петельку на цепочку. И несколько раз обматываем пин вокруг себя. Таким образом у нас получается подвеска. Вот и все. У нас получилось. Мы закончили наше украшение. И сейчас я покажу, как его можно носить несколькими способами. Способ номер раз. Мы надеваем его таким образом, чтобы подвески были внизу. Способ номер два. Мы поворачиваем наше украшение. Подвески. Сзади красивый замочек. А впереди простые скромные бусы. Способ номер три. Мы переворачиваем все обратно. И цепляем замочек повыше. Куда-нибудь вот сюда. Получился галстук. Гламурный галстук. Чокер. Кому как нравится. И я придумала вариант номер четыре. Мы будем носить это как браслет. Для того, чтобы надеть это как браслет, мне нужно еще одно вот такое вот звено. Не хватает длины одного звена, которое мы выкинули в самом начале. Поэтому я просто возьму и приделаю еще один карабинчик. Наращу длину своей цепочки. И делаю себе красоту. Опа! Посмотрите, какая получилась красота. Шикарнейший браслет. Вот такая получилась шикарная красота. Трансформер четыре в одном. Обязательно сделайте такой же. Украшайте себя, подруг и весь мир вокруг. И обязательно поставьте нам лайк. И напишите в комментарии, как вам такой вариант колье. Какой способ его демонстрации миру вам нравится больше всего. Мне безумно интересно узнать, совпадают ли наши с вами вкусы. Пока-пока! Поехали! Мотор! Все! Все! Приступим! Начнем наш урок. Ну что? Ничего не смешного? Я на собачку похожа. На баллонку. А если вам нравятся, так получается очень профессионально. Прям как будто какой-то дизайнер это все придумал. Красиво, кстати, висит. Во! Вообще идеально! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова